МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дополнительную помощь от государства получат 27 миллионов российских детей. 11 мая президент Владимир Путин предложил новый пакет мер поддержки населения и бизнеса. О том, что предпринимается в нашем регионе, будем говорить сегодня. В нашей студии губернатор Орловской области Андрей Клычков. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Но реалии сегодняшнего дня нас обязывают, заставляют выглядеть именно так, как мы с вами сегодня выглядим. Мера безопасности, наше здоровье, это очень важно. Ну и советуем орловчанам брать пример с нас. Да, действительно, сегодня ситуация вынуждена, и те меры, которые предпринимаются, в первую очередь, в безопасности каждого проживающего на территории области и Российской Федерации, это тут минимальный набор требований, которые позволяют нам говорить о поэтапном выходе из ситуации с пандемией и принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности всех наших граждан и здоровья. А в целом ситуация, которая сегодня у нас сейчас, она у вас, как у главы региона, вызывает ли опасения? Как вы ее оцениваете? С чего мы начинали, если говорить о цифрах статистики, куда мы движемся дальше? Бессловно, сегодня ситуация непростая, она достаточно напряженная с точки зрения количества уже подтвержденных фактов заражения коронавирусной инфекцией. И я напомню, что на 14 мая 1264 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, при этом словно отрадно, что у нас каждым днем растет количество людей выздоровевших, их уже 327. Андрей Евгеньевич, но стоит подчеркнуть, что это данные на 14 мая. Мы начинали с 21 марта, когда появился первый заболевший, подтвержденный случай в Орловской области, и затем, очень аккуратно, набирая по одному, два, три, пять выявленных случаев, перешли уже в ситуацию, когда у нас ежедневно сегодня 50-60 заболевших. На самом деле, видя динамику последних дней, я не могу сказать, что рад, но мы видим некую стабилизацию. Стабилизацию тех фактов выявления, которые обусловлены целым рядом причин и обстоятельств, которые сегодня реализуются в области. В первую очередь, мы очень активно развернули мощность наших лабораторных исследований. Если мы начинали с возможности проведения около 200 тестов в сутки... То теперь? То сегодня мы решили задачу, которую поставили сами перед собой, тысячу тестов в сутки. И это достаточно большой объем, куда попадают и медики, и социальные работники, и лица с подозрением на коронавирусную инфекцию, и контактные группы, те смены, кто заходит на дежурство. И я думаю, что большое количество проб, большое количество тестов и дало возможность нам на более ранней стадии выявить большее количество. Да, кто-то может сказать, что у нас в какой-то момент был всплеск. Но всплеск был обусловлен тем, что мы стали больше выявлять, мы стали активнее отрабатывать все контактные группы. И сегодня как раз количество выздоровевших, ежедневно 20-30 человек, соответствует тому периоду, когда мы выявляли такое количество. И я абсолютно убежден, что мы сейчас движемся, в том числе догоняем цифры заболеваний по выздоровевшим, по похождению так называемого 14-дневного карантинного срока. И эти цифры, конечно, еще не говорят о том, что мы вышли на так называемое плато. Эти цифры говорят о том, что мы сегодня настроили в том минимуме задачи по выявлению, по лечению и по созданию условий, по обеспечению дополнительных мест, как в лечебных учреждениях, в обсерваторах, так и медикаментозные лечения, в том числе амбулаторные лечения. Я напомню, что у нас в медицинских учреждениях находится чуть менее 30% всех заболевших. Ну и говорят о 40 с лишним процентах заболевания протекают бессимптомно. Но они тоже, эти люди, находятся под наблюдением? Именно так. И здесь самая большая сложность выявить этих людей. И зачастую нам приходится как раз через контактные группы, когда мы находим хоть одного заболевшего с подтвержденным коронавирусом, отрабатываем максимально широко те контактные группы, чтобы больший охват получить, ну и, соответственно, выявить возможных заболевших и реально болеющих с симптомами или без. Вот если взять карту распространения, карту Орловского региона, сначала были районы, где долгое время не было случаев, теперь они появились. Это завозные случаи. Это потому, что из Москвы приезжают работавшие там родственники. Как происходит и как их выявляют? Посты, которые сейчас на территории Орловского региона, чем они помогли? К сожалению, действительно, у нас уже не осталось ни одного муниципального района, где бы не было выявлено фактов заражения коронавирусной инфекцией. Последний район, Краснозоринский, который долго держался, но вот на 14 мая 8 заболевших уже зафиксировано, и, безусловно, работа должна продолжаться. И когда мы анализируем причины заболеваний и сам факт завоза или заноса инфекции на территории региона, безусловно, первый этап – это завозной. У нас были единичные случаи. Кто-то болел, приехавший из-за границы. Если помните, наши первые больные – это как раз приехавшие из-за рубежа. Впоследствии инфекция стала распространяться, и практически в 90-х случаях на первых порах это были факты контакта с приезжими из других регионов, из крупных мегаполисов, с работы. Сегодня ситуация уже меняется. Те, кто приехал в ранний период, они были выявлены, помещены на карантин, вылечены, многие даже вылечились, но инфекция продолжает распространяться, и это всё-таки следствие некой безалаберности и лёгкого отношения к тому, что инфекция может коснуться кого угодно, только не меня, как говорят многие, но зачастую мнение меняется сразу, как только человек получает положительный тест на коронавирусную инфекцию. И сегодня те меры, и в том числе и наш с вами, даже внешний вид, это то, что позволит обеспечить минимальную безопасность для тех людей при контакте с приезжающими, на рабочем месте, в общественном транспорте, в общественных местах, где есть некое скопление людей. Поэтому сегодня мы, анализируя детально каждый район, факты заражения, причины заражения, выявляем, что, безусловно, вот тут первая волна завоза, она коснулась Мценска, Мценского района города Болхова. Но вот наверняка вас действительно беспокоит Мценск, Болхов. Почему, собственно, именно эти районы так пострадали? Мценск, Мценский район, самые наши ворота, стороны Москвы, и, конечно, много вахтовиков. Я не хочу говорить, что вахтовики это плохо, но инфекция пошла из крупных городов, где она была более распространена на ранних стадиях, и, к сожалению, Мценский район принял первый удар на себя. Болхов и Болховский район, у нас, к сожалению, возникли несколько очагов, в том числе и в лечебных учреждениях, где были завозы, причем по экстренной помощи оказалась медицинская помощь, но оказалось, что больной еще и с коронавирусом, и, соответственно, медики попали. Плюс детские учреждения. И сегодня мы, рассматривая карту возможностей открытия экономики, исключили пока что Мценский район и Болховский район в целом из возможности открытия ярмарочной деятельности, рыночной деятельности, но видя, что сегодня мы специально подготовили материал на том, что в Мценском районе и в городе Мценске уже 50 выздоровевших, на 186 заболевших, в Болховском районе из 66 заболевших 14 выздоровевших. Если эта динамика сохранится до конца недели, мы, безусловно, понедельник примем решение об исключении их из зоны ограничения. Андрей Евгеньевич, если говорить о силах и средствах в самих медучреждениях, всего ли у нас хватает? Хватает ли СИЗов, хватает ли даже элементарных масок? Вот если брать, к примеру, обычного рядового гражданина, орловчанина, вначале, когда всё это начиналось, трудно было купить маску, согласитесь. Не было просто. Да, теперь и предприятия нарастили обороты, объёмы и уже стали доступны. Что же в больницах у нас сегодня? Словно, ситуация развивалась очень нестабильно, и я здесь не хочу скрывать, что мы с самого начала были обеспечены всем. На самом деле, действительно, у нас была жуткая нехватка и масок, и термометров дистанционных, и средств индивидуальной защиты, и рынок, который, ну, по сути, существует, он был закрыт. Иностранные производители не могли поставить нам продукцию. Мы не могли законтрактоваться долгое время, но на данный момент времени могу сказать, что мы в ежедневном режиме и контрактуемся в ежедневном режиме, и получаем средства индивидуальной защиты. Я каждые три дня сам сверяю обеспеченность каждого лечебного учреждения, проводим и разбирательство, где указаны те или достоверные или достоверные сведения, потому что для меня важно, чтобы сегодня вся медицинская помощь оказывалась с учётом потенциальной возможности заражения медицинского сотрудника. Поэтому все средства индивидуальной защиты должны быть поставлены, они должны использоваться. И мы будем обеспечивать накопительным итогом запас и для дальнейшего периода. Сегодня в регионе в полном объёме обеспечены костюмы специальные, типа тайвик, так называемый, многие уже знают, многоразовые, одноразовые костюмы, респираторы, маски, перчатки, бахилы, шапочки, весь комплект, очки, экраны, так называемые, для того, чтобы наши медики в безопасности осуществляли, по сути, героическую деятельность. Многие говорят, ну, чем отличается коронавирус от других видов заболеваний? Коронавирус отнесён ко второй группе опасности, опасных вирусов. Соответственно, его распространение имеет достаточно широкий охват, и самое страшное, это, конечно, протекание болезней. Я рад тому, что у нас в регионе достаточно низкая смертность или летальность от выявленной коронавирусной инфекции, но мы понимаем, что это результат работы медиков. И вот вчера разместил материал о одном пациенте, ну, вот, наверное, некорректно говорить, но всё равно скажу, все уже, можно сказать, поставили крест на человека, но медики боролись, и человек, пройдя длительный период нахождения на ИВЛ, встал. Ну, они наверняка были тяжёлые сопутствующие заболевания. Ну, практически все имеют сопутствующие заболевания, но вопрос в другом, что на сегодняшний день мы смогли в короткий промежуток времени подготовить 370 коек, обеспечить их кислородом, перебросить или закупить аппараты искусственной вентиляции лёгких. И сейчас медики сформировали и опыт уже, и начинают работать по-другому. И я не хочу скрывать о том, что прошедший месяц, когда вводились первые ограничительные мероприятия, это был тот месяц, спасительный месяц для нашего региона в том плане, что мы за это время смогли подготовить койки, мы смогли научить медиков, мы смогли в том числе обеспечить средствами индивидуальной защиты, что сегодня позволяет с некой большей стабильностью, спокойствием смотреть на следующий день. Даже если мы будем выявлять стабильное увеличение количества заболевших, я буду понимать, как их будут лечить, я буду понимать, что наши медики готовы спасать этих людей. И сегодня наша задача и дальше наращивать наши возможности для того, чтобы и в следующей перспективе коронавирус не был такой страшной угрозой, как он является на первых порах. Конечно же, мы все ждём, когда наконец-то ограничительные все наши меры будут сведены на нет. Процесс уже начался, на этой неделе нам стали доступны детские площадки, парки, скверы. Конечно же, соблюдая все нормы и правила, мы должны их посещать. Что будет у нас дальше? И как вы оцениваете вот эти первые дни? Ну, могу сказать, что мы и до 12 мая не закрывали и не вводили, по сути, каких-то жёстких карательных мер по нахождению на улице. И именно для этой цели я, по сути, в ежедневном режиме общаюсь с жителями через разные источники донесения, информации, разъясняя о том, что необходимость обеспечения собственной безопасности превыше тех прав и возможностей, которые могут быть прописаны любым постановлением. Но при этом мы должны чётко с вами понимать, что следующий шаг открытия как экономики, так и деятельности, он на сегодняшний день определён в рамках указа президента и в рамках рекомендации Роспотребнадзора тремя показателями. Это коэффициент заражаемости, это коэффициент, который рассчитывается за достаточно длительный период, недельный, можно сказать, какое количество выявленных фактов и какое количество контактных лиц и у кого подтверждена коронавирусная инфекция. Этот коэффициент для движения вперёд по снижению ограничительных мер должен быть не выше единиц. На сегодняшний день в Орловской области этот коэффициент составляет 1,1. Безусловно, это незначительная погрешность, которую мы должны снизить, и мы для этого будем прилагать усилия, в том числе через тестирование, через дополнительную работу, и надеюсь, что мы добьёмся снижения этого коэффициента. Второй показатель... Ну вот так называемый первый этап, да, сейчас у нас? Это для того, чтобы достичь даже первого этапа, и уже не говорю перехода, второй этап, нужно выполнить три показателя. Второй показатель, который является крайне важным, это наличие свободного коечного фонда. Мы на данный момент времени смогли подготовить 535 дополнительных коек для лечения коронавирусной инфекцией. Предписание Роспотребнадзора указывает на то, что 50% этого коечного фонда должно быть свободно. К сожалению, на данный момент времени из подготовленного более чем установленного норматива Минздрава у нас свободно 28,5%, а конкретно это 152 койки. Они не заняты, на них нет больных, и мной поставлена задача в четыре раза увеличить норматив, который определён Минздраву. Минздрав определил для Орловской области 370 коек, которые обеспечены часть кислородом, часть обеспечена аппаратом искусственной вентиляции лёгких, и часть коек для лёгких или средней тяжести больных. А есть ли ресурсы, есть ли возможности для выполнения вашей задачи? Что вам говорят представители медицинской общественности и департаменты? Еженедельно поставлена задача увеличивать на 100 коек. Мы уже идём в этом графике. Я напомню, что если 28 апреля было 370 коек, то на данный момент времени уже их 535, и по сути в ежедневном режиме мы вводим дополнительные мощности. Более того, сегодня мы уже используем койки, расположенные в Орловском противотуберкулёзном диспансере. Стоит задача переформатирования работы в дополнительных площадях в больнице имени Симашко, в больнице имени Боткина, и дополнительные мощности в наших районах области. Это и Глазновский район, это и Новодерейковский район, для того, чтобы мы охватили весь регион и могли размещать больных там, в том числе и кадрами. Мы, конечно же, понимаем, что в сложившейся ситуации это очень важно, но чтобы ещё и было не в ущерб остальным пациентам, которые также не перестают страдать, причём и очень тяжёлыми заболеваниями. Как соблюсти этот баланс? Понимая, что пандемия коронавируса не отменила все остальные болезни, мы через приказ Департамента здравоохранения прописываем маршрутизацию, в том числе больных по конкретным заболеваниям, которым требуется ежедневная, еженедельная помощь. И здесь действительно мы абсолютно правы, что в ущерб быть не должно. Поэтому маршрутизация на сегодняшний день отработана, где она не завершена, она завершается. Для того, чтобы каждый пациент с каждым конкретным видом заболевания понимал, куда он может обратиться, куда он может быть госпитализирован в случае необходимости экстренной помощи. И я надеюсь, что разворачивание дополнительного коечного фонда позволит нам не ухудшить, а зачастую, наоборот, даже улучшить условия, если не сегодня, то в перспективе оказания той или иной вида медицинской помощи. Сейчас все ограничения, которые связаны с плановой госпитализацией, изменение профиля того или иного отделения, они не наносят ущерба. И я думаю, что здесь контроль за конкретными главврачами и правительство области будет сохранено, мы обеспечим эту стабильность. Андрей Евгеньевич, ну, конечно же, самый популярный вопрос, который вам задают орловчане, когда, наконец-то, завершатся ограничительные мероприятия, когда откроются магазины, салоны красоты. Что у нас на сегодняшний день, и что мешает это сделать? Ну, здесь мы тогда продолжим, вот те показатели, которые установлены Роспотребнадзором и указом президента, есть еще третий показатель, это количество тестирований на 100 тысяч населения. Установлен показатель 70 на 100 тысяч. У нас он сегодня превышает 124, и здесь мы, то, с чего и начинали, движемся вперед и больше проводим тестирование. При выполнении всех этих трех условий, коечный фонд, коэффициент заболеваемости и достаточный уровень тестирования позволяет нам переходить как к первому, так и к второму этапу. Мы уже приняли решение, о чем неоднократно говорилось, об открытии ярмарок, рынков на территории муниципальных образований, за исключением Мценского района, города Мценского и Болхова, и Болховского района, о чем, я думаю, что мы изменим в ближайшее время, если будет позитивная динамика. Ну, а следующий этап, возможно, будет реализовывать, когда мы выполним показатели. И здесь жесткая позиция Роспотребнадзора, по согласованию с которым мы можем принимать эти решения. Я считаю, что сейчас, наращивая коечный фонд и выходя на условную стабильную графу выявляемых заболеваний, мы следующим этапом сможем разрешить работу розничной торговли непродовольственных товаров в большем объеме. Те, кто будет соответствовать критериям, определенным Роспотребнадзором, а уже третьим этапом будут сферы услуг, общественное питание и торговые центры большие. Все-таки хотелось бы примерные даты. Это будет конец мая, начало июня. Это зависит от многих факторов. Помимо тех показателей, которые я уже сказал, самым главным фактором является собственное отношение к безопасности наших людей. Чем меньше будет возможности заразиться у людей, это и перчатки, это и маски, это и самоизоляция для лиц старше 65-летнего возраста, тем меньше у нас будет заболевших, тем раньше мы сможем выходить, тем больше у нас будет свободных коек, тем выше будут все наши показатели, и тогда, я думаю, что мы смело будем выходить. Порой такое легкое отношение, что меня не коснется эта проблема, и приводит к тому, что мы вынуждены из-за отдельных людей, кто считается, что коронавирус обойдет стороной, накладывать ограничения на людей, кто исполняет все, находятся дома, носят маски, используют перчатки, пользуются антисептиками. Эти люди вынуждены будут страдать из-за того, что другие безалаберно относятся к себе и к окружающим. Меры поддержки в сегодняшней ситуации, они выходят на первые планы. На этой неделе президент подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми. Кто может рассчитывать на субсидии, как их получить? Давайте мы еще раз напомним орловчанам, и каким образом можно это сделать. На сегодняшний день уже достаточно большой пакет мер социальной поддержки, мер поддержки экономики озвучен и на федеральном уровне правительством, и президентом страны. И я абсолютно убежден, что и дальше будут добавляться эти меры поддержки, но остановлюсь на основных, часть из которых уже получена, часть из которых в перспективе начинает оформляться и будет реализована в ближайшее время. Так, дополнительная выплата по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка до 3 лет для тех, кто имеет материнский капитал. Выплаты начались уже в апреле, будут продолжены в мае-июне, и эту выплату в Орловской области получило 9144 человек. Также на один месяц раньше анонсировано, первоначально президент говорил об июле, и президент поставил задачу перенести их на июнь, выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, где действительно принято решение дополнительное, что будет учитываться реальный доход, а не справка с места работы. Эти выплаты начнутся уже с июня, а прием заявлений начнется с 20 мая. Мы специально подготовили материал, где указаны все и контактные данные, и телефон горячей линии по тем структурам, которые будут осуществлять. Также в апреле-июне 2020 года будут проведены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей у граждан, у которых первый ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, либо был усыновлен. В Орловской области примерно 10 тысяч таких детей. Эти выплаты также будут осуществляться пенсионным фондом. Контактные линии и горячая линия мы все предоставляем для того, чтобы каждый человек мог подать из-за заявления. Но и решение президента, которым всем детям с 3 лет до наступления 16-летнего возраста будет предоставлен единовременный платеж, выплата 10 тысяч рублей, который будет выплачиваться с 1 июня. Сейчас уже на сайте госуслуги начался прием заявлений. Говорят, в федеральные СМИ был такой аншлаг, что даже система не выдержала. Но стоит отметить, что время все-таки у россиян, у орловчан есть. Это все не завтра завершается. И будет возможность. Время подачи заявлений до 1 октября 2020 года. Эта выплата, ее размер сохраняется. Она начнется с 1 июня, но может продолжаться, по сути, все лето до осени. И для того, чтобы ее получить, необходимо будет сегодня, завтра, когда не будет такого наплыва, что действительно в первый день миллион человек обратился за оформление этой выплаты. И система просто не выдержала физически или технически данного наплыва. Но в Орловской области на эту выплату претендует 110 тысяч детей. Я думаю, что все получат. Мы для этого приложим усилия, чтобы помочь максимально всем тем, кто желает и имеет право на ее получить. Ну и планируется повышение минимального размера пособия по уходу за ребенка с 3 375 рублей в два раза до 6 751 рубля. Эта выплата автоматически будет начисляться. И все, кто имеет право на ее получение, ее получат. Также вернусь к тому вопросу, который мы неоднократно обсуждали. Это меры, направленные на поддержку тех людей, кто потерял работу с 1 марта. На сегодняшний день уже 2891 человек в Орловской области, потерявшие работу после 1 марта, обратились в управление труда и занятости, в службу занятости. И получили возможность данной выплаты, которая составляет 12 130 рублей. Это новый размер МРОТа, который был установлен. Ну и эти же категории предусмотрены на ближайшие 3 месяца. Дополнительные выплаты еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. В семье, где родители потеряли работу после 1 марта и получили статус безработных. То есть сейчас сложности получить именно вот эти меры поддержки? Нет, что касается безработных, я имею в виду. Система начала работать в первой половине апреля. В первые дни также был сбой, большой наплыв. Сегодня мы организовали в дистанционном режиме прием всех заявлений. И до 11 дней рассматривают заявление, принимаются решения, и люди сразу получают выплату. Уже выплату на детей из категории безработных получили 557 человек на 756 детей. Для тех, кто еще не оформил или по каким-то причинам не смог оформить, необходимо обратиться в Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Все контактные данные мы также представляем для того, чтобы эту поддержку получить. Масштабное направление и очень важное. Это мера поддержки бизнеса. Здесь два направления. Это федеральное направление и региональное. Как каждый предприниматель может получить эту помощь? Мер очень много. Но насколько реально человеку, который находится в сложной ситуации, который может сегодня-завтра потерять бизнес, воспользоваться этими рычагами? Действительно, сегодня крайне важным элементом реализации всех озвученных и предложенных для поддержки мер является ее доступность. И мы анализируем в ежедневном режиме, каким образом наши представители бизнеса из пострадавших отраслей воспользовались или какие сложности у них встали на пути для того, чтобы получить ту или иную меру поддержки. Мы просчитали, из тех мер поддержки в качестве основных озвучивались беспроцентные, под 0% кредиты на заработную плату. В Орловской области обратилось 99 субъектов малого и среднего предпринимательства. И сумма одобренных заявок составила около 68 миллионов рублей. За льготными кредитами по субсидируемой процентной ставке обратилось 15 предпринимателей и сумма одобренных кредитов 631 миллион рублей. Реструктуризацию действующих кредитов на сумму более 768 миллионов рублей обратилось, и их получили 205 орловских предпринимателей. И здесь, условно, мы называем лишь часть тех мер поддержки, которые на федеральном уровне. Сейчас это и гранты на компенсацию заработной платы. Плюс президент озвучил дополнительные меры поддержки по пострадавшим отраслям, которые уже в июне месяце могут получить наши предприниматели. Для целей доступности оказания этих видов поддержки мы и на портале Орловской области, и на сайте центра «Мой бизнес» организовали и горячую линию, и информационные материалы, которые позволяют просто в доступном варианте просчитать представителей индивидуального предпринимателя, представителей малого бизнеса, какой категории он попадает, какие льготы он может получить, и как, и где он может их получить. Для этих целей все ресурсы направили. Но и нельзя снимать с счетов те меры, которые мы приняли на региональном уровне. Это ряд изменений и в действующее законодательство, а также использование механизмов наших институтов развития. В первую очередь, это фонд микрофинансирования. Мы ввели мораторий на погашение основного долга до конца срока действия займов. Воспользовались уже 32 субъекта малого и среднего предпринимательства. На сумму более чем 8 миллионов рублей. Кредитная поддержка МСП всех видов деятельности выдана на 170 займов. На общую сумму 163 миллиона рублей. В том числе в пострадавших отраслях 47 займов на 43 миллиона рублей. Гарантийный фонд Орловской области на 40% снизил ставки за представление гарантий. По кредитам для бизнеса в коммерческих банках выдано уже 40 гарантий на сумму 130 миллионов рублей. И бизнес мог привлечь кредитов на сумму 1 миллиард 55 миллионов рублей. В том числе 10 гарантий на 9 миллионов пострадавших отраслях. Но понимая, что эту работу необходимо продолжать, мы, по сути, в еженедельном режиме, в рамках действия комиссии по обеспечению стабильности развития экономики, формируем новые предложения. Так появился мораторий на уплату арендных платежей за государственное муниципальное имущество. Обратилось уже сейчас 76 предпринимателей. Реализовали механизмы стимулирования частных арендодателей к мораторию на арендные платежи. И этой меры воспользовались уже почти 1800 предпринимателей, которые получили освобождение или снижение арендных платежей. Кроме того, как вы знаете, мы реализовали ряд региональных норм и мер. В частности, отменили для пострадавших отраслей такие налоги, как налог на имущество, налог на прибыль, налог по упрощенной системе налогобложения. Наше муниципальное образование, за исключением одного, Должанский район посчитал, что у него все хорошо с бизнесом, его не нужно поддерживать. Все остальные районы приняли решение о снижении в два раза ставок по единому налогу на вмененный доход. И также освободили от взимания платы по муниципальному имуществу. Интересно, какие мотивы у Должанского района? Мне тяжело сказать, здесь в голове смотреть в глаза своим людям. Поэтому все эти решения, которые мы доводили, они, я думаю, важны для каждого человека. Будь то малый бизнес, пострадавший отрасли. И такое решение было принято. Опять же, вы общаетесь с орловчанами в ежедневном режиме. Что они говорят? Бизнесмены к вам обращаются. Доступны ли уже сейчас для них эти меры поддержки? Может быть, над чем-то надо поработать? Что-то добавить, усилить? Какие-то мероприятия, может быть, контрольные проводить для того, чтобы это все внедрялось в жизнь, то, что декларирует наша власть? Я понимаю, что комплекс мер, он на самом деле беспрецедентный. И сегодня нужно просто разделять по направлениям. Значительная часть мер социальной поддержки, это ведь тоже наши семьи, это семьи и бизнесы, через эти меры поддержки поддерживается, ну, по сути, большинство тех людей, кто нуждается в меры поддержки, через детей. Те выплаты, которые выплачиваются безработным. И я абсолютно убежден, что даже получив значительный объем мер поддержки, мы все равно обязаны выстраивать сейчас механизм дальнейших шагов по работе с каждым представителем бизнеса. Смотреть каждую отдельную ситуацию по сохранению рабочих мест, заработной платы, по тому, как выходить, как обеспечивать спрос и предложение на рынке. И это вопрос и сегодняшнего, и завтрашнего дня. Поэтому сейчас для меня ключевой задачей является проработка уже по кодам экономической деятельности, это проблема, которая звучит регулярно, максимально широкого, вовлечения максимально широкого перечня, так называемых АКВЭДов, в перечень пострадавших отраслей для того, чтобы люди могли получить поддержку. Если же мы не получим поддержки в данном управлении в федеральном уровне, мы должны будем уже на региональном уровне формировать в том числе свои меры для того, чтобы обеспечить работу и функционирование хотя бы в минимальном приближении пострадавших отраслей. Сегодня пострадавшие отрасли для меня, они определяются не только по АКВЭДам, это те структуры, кто не работал, кто, возможно, потерял свою продукцию, кто должен дальше работать, сохранив свои рабочие места. И для меня, наверное, ключевым сегодня является для оказания мер поддержки сохранение рабочих мест. Не сохранив рабочие места, она будет крайне тяжело выходить из кризиса. И я надеюсь, что бизнес тоже понимает, что есть случаи, когда у нас бизнес увольняет всех. Но я просто понимаю, что когда снимется все ограничения, ему не с кем будет работать. Но некоторые мотивируют тем, мы сейчас вас уволим, вы пойдете на биржу, потом мы вас вернем. Я думаю, что такой идеальной конструкции вряд ли удастся реализовать. Но повторюсь, что моя задача на сегодняшний день оперировать теми решениями, которые приняты на федеральном уровне, но детально вникать в каждую конкретную ситуацию. И мы поручения даны и экономическому блоку, чтобы сегодня мы разделяли по сферам деятельности, контактировали, анализировали те проблемы, которые есть, и в дальнейшем не оставляли людей один на один свои проблемы, а пытались находить хоть какой-нибудь возможный механизм для поддержки и дальнейшей деятельности. Президент принял решение поддержать самозанятых. Преференции для них такие значительные и серьезные. Как вы считаете, подтолкнет ли орловчан, которые сейчас занимаются определенным бизнесом, к тому, чтобы самолегализоваться? Ну, абсолютно убежден, что тот опыт, который накопили наши соседи, коллеги этой Калужской области, Московской области, Москва в том числе, он достаточно полезен, он позволяет, с одной стороны, легализовать свою деятельность, с другой стороны, получать, в том числе, меры поддержки, что и произошло в текущий период времени. Мы приняли изменения в свое региональное законодательство, и с 1 июля возможность деятельности для самозанятых также будет работать на территории Орловской области. И мы прекрасно понимаем, что пандемия и все ограничения, они внесут существенные изменения в нашу жизнь, и в экономическую жизнь в том числе. Это касается и переход на дистанционную работу многих предприятий, кто сейчас поймет, организует эту деятельность, он в ней останется. Это касается, в том числе, и ряда представителей бизнеса, кто сейчас, может быть, несколько в другой форме работает, о сохранении их дистанционного работы, либо ином формате деятельности. Я думаю, что мы сейчас заинтересованы думать не только о проблеме, которая есть сейчас, а думать и о завтрашнем дне, поэтому переход на самозанятых, создание условий для работы в дистанционном режиме, это уже завтрашний день, который мы должны сегодня организовывать нормативно для его реализации в последующем. О завтрашнем дне, конечно же, думают выпускники школы, их родители, как сдавать ЕГЭ, потому что даже за последнее время и сроки указывались разные. Вроде бы в начале июня мы сдаем экзамены, потом отменили тестирование девятиклассников, по одиннадцатиклассникам дата еще не назначена. Собственно, к чему готовиться? Ну, большую часть наших школьников можно порадовать для них радостным. Не знаю, насколько это радостным будет для родителей и учителей, но ВПРы перенесены на сентябрь месяц, и поэтому после летних каникул можно будет вернуться уже свои аттестационные проверочные работы проводить, ну и, соответственно, подтверждать знания, которые были получены, в том числе в дистанционном режиме. Что касается ОГЭ, для выпускников девятых классов отменят ОГЭ по русскому языку и по математике, и им также не надо будет сдавать экзамены по предметам, по выбору, и итоговые оценки выставят на основании общих годовых. Для поступления в колледж выпускникам достаточно будет представить заявление и аттестат об окончании девятого или одиннадцатого класса приемную комиссию. Теперь, что касается ЕГЭ. Это, наверное, самое обсуждаемое сегодня в Министерстве просвещения, темы в Министерстве науки, потому что сдача ЕГЭ связана напрямую с поступлением в высшее учебное заведение. Бессловно, отменить ЕГЭ сегодня, по крайней мере, такую идею не рассматривают, рассматривается лишь вопрос о сроках проведения ЕГЭ. Сейчас решение принято, что ЕГЭ будет сдаваться после 8 июня в единый день для всей страны. Согласуются даты с проведением ЕГЭ для того, чтобы можно было и проводить вступительную кампанию в высшее учебное заведение. Но важным является то, что ЕГЭ в этом году будут сдавать в сокращенном режиме, и только те, кто планирует поступать в высшее учебное заведение. Что касается детсадов, количество дежурных групп может ли быть увеличено в ближайшее время с увеличением числа работающих роловчан? Или все-таки мы остановимся пока на такой цифре, и всем хватает места? У нас нет какой-то цифры, которая была бы законченной. И в данном случае мы формируем дежурные группы, в которых не более 12 детей, исходя из заявок самих родителей. И если такая потребность будет, если родители будут обращаться, безусловно, мы будем вынуждены увеличивать их с соблюдением всех норм санитарно-педемиологической безопасности. И ко мне тоже неоднократно обращались родители с предложением, давайте откроем детские сады. Но я считаю, что это вот тот самый необоснованный риск в отношении детей, на которые я не готов пока пойти. Поэтому мы пока сохраним функционирование детских садов в дежурном режиме. Мы именно для того, чтобы не создавать неблагоприятные условия для детей, сохранили дистанционное обучение. И наши школьники первого класса закончат свое обучение 22 мая, а ученики всех остальных классов 29 мая. И дистанционный режим позволит и знания получить, и на самом деле детям просто остаться дома, не подвергая свою жизнь и здоровье риску. Спасибо вам, Андрей Евгеньевич. Много мы сегодня тем с вами попытались обсудить. Я думаю, вопросы, которые остались у орловчан, они смогут вам, как обычно, задать в социальных сетях. И вопрос, который интересует многих. Вот то общение в Инстаграм, которое практически каждый вечер сейчас происходит, потом, после пандемии, каким-то образом будет продолжаться. Ну, может быть, раз в неделю, раз в месяц. Но именно в таком режиме тесного общения с жителями. Я сам себе задаю пару вопросов. Иногда публично его спрашиваю, а стоит ли это вообще делать? Нужно ли это жителям? Потому что это точно информация не для меня. Базовая часть. Но каждый вечер сам себе отвечаю на вопрос, что это очень важный механизм обратной связи. И, безусловно, я считаю, что жителям важно услышать объективную, открытую информацию, которую мы доносим в ежедневном режиме, за редким исключением. И тот диалог, который устраивается, я вижу и комментарии. В том числе проблема с выплатами медиков, она была как раз получена на обратной связи. Сегодня мы подключились. Каждое медицинское учреждение проводит проверки. Факты в случае, если где-то недоработка по средствам индивидуальной защиты. Люди мне пишут, я реагирую, но и сегодня отрадно, что уже вопросы коронавируса несколько сменились, сместились. И стали возникать текущие вопросы. И дороги, и какие-то хозяйственные вопросы, и работа коммунальных служб. И на них тоже реагируем. И я могу сказать так, что для меня сегодня интернет, возможности общения с населением, это, наверное, то искомое, чего я давно хотел добиться. Когда чиновник не сидит в своем кабинете закрытыми дверями, к нему никто не может попасть, к нему никто не может обратиться. И для меня очень важно, что каждый день я прохожу с ощущением, что я могу изменить чью-то жизнь и кому-то помочь. Даже если это какая-то малая помощь, где-то кому-то отсыпали дорогу, где-то кому-то провели воду, где-то кому-то дали лекарства, он столкнулся с каким-то непониманием или просто с чиновничьим непониманием. И я надеюсь, что ровно в таком режиме мы дальше будем выстраивать эту работу. Потому что, не знаю, будет это в формате эфиров, либо это будет в формате просто той связи, которая у нас уже сложилась с жителями области. Спасибо вам, Андрей Евгеньевич. Спасибо. Ждем вас снова в нашей студии, тем более тем для разговора очень много. Спасибо. В нашей студии был губернатор Орловской области Андрей Клычков, а я, Наталья Фехтерева, с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин